Дмитрий Зочи Дмитрий, почему ты остаешься в тени? В интернете нет твоих фото, ты не отвечаешь голосовыми сообщениями и не соглашаешься на интервью с журналистами. Мне не требуется набор индекса узнаваемости, не планирую становиться говорящей головой и мелькать в манерах людей, куда-либо баллотироваться и тому подобное. К тому же неизвестность дает очень много плюсов. Например, я могу проехаться в автобусе и послушать, чего люди говорят. Кто за вами стоит? Прямо сейчас обернулся, проверил, нет никого. Разве что кто-то невидимый, а из видимых точно никого. Кто автор проекта «Замысел»? Если имеется в виду фильм, я единственный автор. Вы состоите в ордене или какой-либо организации? Нет, никогда не состоял, не состою и не планирую состоять. Исключением может быть организация, сообщество, созданное самостоятельно. «Был ли ты, Дмитрий, на своем жизненном пути, оболванен пастухами разных мастей и пойман в идеологические и религиозные сети вещателей лжи?» «Этот вопрос близок к предыдущему. У меня есть инструмент, позволяющий мгновенно различать и без глубокого погружения определять ловушки указанных уровней – религиозного и идеологического. Так сказать, иммунитет. Ваши отношения к масонам? Если вы сами не являетесь представителем вольных каменщиков, то почему решили добавить один из важнейших их символов – всевидящее око на логотип-обложку фильма? Начать нужно с того, что символы и знаки не принадлежат никому, в том числе и указанный знак. Пользоваться может любой, а точнее тот, кто знает, как пользоваться. Я применяю в фильме знаки, используемые в различных культах, аллегории, аллюзии на знакомые зрители образы. Например, в фильме множество христианских образов. Но это вовсе не значит, что фильм христианский. Главное, что образы известны зрителям. Насчет масонерии существует и успешно работает накрученный миф о всезнании масонства. Мол, масоны знают все и управляют миром. Это далеко не так. Там тоже, что и везде заблуждение, невежество и блуждание в потемках, но в красивой и привлекательной обертке. Возможно, раньше орден имел некие высокие цели. Сейчас же туда набирают по объявлениям всех подряд, а это непременно приведет их к полному краху. Поэтому к масонерии отношения не имел и не имею. Хотя мне нравится определение «вольный каменщик». Владею и мастерком и циркулем. В свободное время строю малые архитектурные сооружения в классическом стиле, без всяких фартушков и белых перчаточек. Есть сомнения, что представители масонерии, состоящие из разного рода тепличных политиков, предпринимателей и звезд эстрады, знают, что такое раствор и способны самостоятельно построить хоть что-нибудь. Поэтому, с одной стороны, упоминания и сравнения с масонерии поднадоели, с другой – есть и плюс. Если вижу «О, масоны сняли фильм», сразу ясно, что имеют дело с низшей формой разума, а значит, можно не обращать внимания. Как давно ты проснулся от этой комы? Или, может быть, какое-то событие в твоей жизни послужило толчком к твоему озарению? Не близки обороты «проснулся», «озарение». Не использую подобные определения, но, понимая, о чем речь, события были и есть. Но не хотел бы продолжать тему, это больше, чем личное. Как возник сюжет фильма? Как пришли знания, которые показаны в фильме? Не знаю, что за знания, которые показаны в фильме, но сюжет возник очень просто, без труда. Сначала есть импульс, затем складывается костяк, смысловой скелет, то, что необходимо вытащить из поля смыслов во всеобщее поле. Дальше для него подбираю сюжет. Придумал так – не подходит, не одевается, плохо ложится. А вот так – подходит. То есть и сюжет, и жанр могли быть совершенно другими. Это могла быть комедия или детектив, неважно. Подобрал сюжет, который подходит под задачи. Технически реализуем и близок мне атмосферно. Почему Сгат читал книгу задом наперед? Просто отсылка к личному. В детстве читал книги подобным образом, от конца к началу. То есть сначала узнать суть, отгадку, а затем отслеживать, какие пути ведут к отгадке. Также и с решением лабиринтов. Идти от финальной точки, а не соваться в каждой из множества предлагаемых входов. Сначала выяснение причины, а затем рассмотрение следствий. Зачем фильм «Замысел» переполнен различного рода символикой? Не могу согласиться насчет переполнен. Ровно столько, сколько требуется фильму для выполнения своих задач. И больше, и меньше. Читал, что двое из актеров, к сожалению, не дожили до завершения работ по фильму. Не успели посмотреть, в чем участвовали. Можно узнать, какие роли в фильме играли эти двое? Это исполнившие роли мыслителей. Наши. Не доиграетесь. В этом году умер третий мыслитель. Мое. Эти актеры совершили невозможное. И превосходно исполнили все, чего от них добивались. Как-то выложу видео единственной репетиции сцены мыслителя. Сразу будет понятно, почему невозможное. В съемках фильма участвовали рок-музыканты из Донбасса. Салим Салки, Павел Великольм, Генри Бесхель, Грин Лазовский, Дмитрий, ты был с ними знаком до съемок «Замысла»? Был знаком до съемок почти со всеми актерами фильма. С Генри познакомились в процессе. Но сразу было ощущение, что знались с ним всегда. Просто давно не виделись. Музыку к фильму написал ты, Дмитрий? И как давно ты сочиняешь музыку? Да, музыка в фильме моя. Это важная составляющая фильма. Не доверил бы никому. Но счет давно, по сути, с детства. Насколько мне известно, это будет трилогия. Сценарий всей трилогии уже написан. Да, но сценарии будут меняться из-за технических возможностей на момент съемок. Например, сценарий первой части «Замысла» пришлось существенно переработать и изменить. Потому что средства, технический арсенал не позволяли мне, как режиссеру, реализовать написанное мной, как сценаристом. В этом плане всегда побеждает режиссер, потому что фантазии и воображения сценариста безграничны. А реализовать все написанное режиссеру не позволяет бюджет. Начаты ли съемки второй части «Замысла» и как она будет называться? Много ли уже отснято материала для второй части «Замысла»? Начаты, сняты несколько сцен и съемки остановить. Почувствовал, что выбранный путь заведет в тупик. Масштаб запланированного гораздо выше технических возможностей и имеющегося бюджета. Сейчас упрощаю, меняя сюжетную часть до уровня, который можно реализовать и скорее возобновить съемки. В общем, на перепуте ищу вариант, по которому удастся и вложить все задуманное в смысловом плане и выдать хорошую художественную составляющую. Действительно ли первая часть «Замысла» снималась на камеру цифрового фотоаппарата? Да, фотоаппарат Canon 5D Mark III. Это здорово ограничило возможности постпроизводства, но вариантов приобретения профессиональной камеры пока нет. Хорошо, что хоть этот фотоаппарат есть. Зачем были вырезаны сцены из фильма? Они мешали ритму фильма в целом, нарушали общее течение. С ними фильм был бы совершенно другим. На этапе съемок выбросил еще с полтора десятка сцен. Все частное, что мешает общему, должно быть удалено без сожаления. И чем ваша миссия? Очень реже слово «миссия», если заменить его на назначение, полно в выполнении ряда задач, которые расчистят и подсветят дорогу к тому, что можно назвать как неимоверное и небывалое. Устройство общества, которого не было, о котором боятся подумать самые смелые мечтатели. И малейшее возникновение такой мысли тормозят себя и прочувствуют крики и стопы. Дурак! Это утопия! Дмитрий, в интервью в Донецкой степи ты сказал, что замысел создавался не ради зрителей и не с целью кому-то понравиться. И еще, что мы ничего не предлагаем, а лишь уведомляем. Тогда получается, что твой фильм – это программа? Типа нейролингвистического программирования? Нет. В фильме не закладывал ничего воздействующего на подсознание. Никакого НЛП. Есть другое – устанавливающая связь над сознанием человека. Кратко не получится объяснить. В двух словах. Пока человек смотрит фильм, идет прямое общение с его надсознанием. Не программирование, а именно общение. Сознание и подсознание возможно программировать и обмануть, что чаще всего и происходит. Надсознанием манипулировать нельзя. Оно находится за пределами, вне лжи, там, где, как на самом деле. С ней можно нести исключительно прямое, честное общение. Зачем это делать? Сознание людей пребывает в разного рода пеленах. Скитаются немощные, перебитые, жалкие. Любые уговоры, споры, убеждения бесполезны. Потому что у каждого свои амбиции. Опыт, мнение, гонор. Позволяют себе иметь мнение по любому вопросу. То есть договориться с человеком, а тем более с миллионами. Бестолковая трата времени и сил. Договариваться же с надсознанием, возможно, и единственно правильно. По сути, в фильме есть что-то вроде 3D. После договора, надсознание начинает помогать и перестраивать сознание своего человека. А не мог бы ты поведать о том последнем планетарном проекте, реализованном на планете Земля, о котором ты рассказал своему гостю в Гроте, когда попросил его выключить диктофон? Непременно, но при помощи образов, через наиболее действенный формат кино и видео, считаю, что текстовое донесение информации, не подкрепленное в видео-звуковые образы, крайне слабое и зачастую вредное. Тем более, это не просто отдельная тема, а целый массив, самое важное. Есть планы создания цикла короткометражных фильмов, наглядно описывающих мир будущего, как бы репортажи из будущего на различные темы, пока нет физических возможностей реализовать этот проект. Вас любили в детстве? Да, у меня было замечательное и интересное детство, хотя по сути оно продолжается и сейчас. Занимаюсь тем же, что и в детстве, и так же себя ощущаю. Существенно возросли возможности коллекции шишек на лоб, а восприятие, постоянное пребывание в творчестве остались прежними. Любит ли Дмитрий Зочи играть в волейбол, большой теннис или кататься на коньках? Незнаком с этими развлечениями, я больше по творчеству. Где купить игру силы? Ее нет в продаже, существует в единственном экземпляре у меня. Предложения по производству и выпуску игры были, но все осталось на уровне предложений, отчасти из-за моей занятости. Есть мнение, что замысел создавала группа авторов, а Зочи – это название группы. Один человек не может осилить и то, и другое, и третье. Так ли это? Встречал. Недавно написал человек с заявлением, что фильм сняла некая нейросеть, и я должен хорошенько потрудиться, чтобы убедить его обратно. Было забавно. Человек искренне убежден, что для меня крайне важно что-то ему доказать. Но имеющие такое мнение честны. Они проецируют вопрос на себя, отвечают, что так не могут и делают вывод, значит, не может никто. У меня с этим проще. Я субботний водолей с тремя девятками в квадрате. Невозможная моя стихия, специализация и естественная среда обитания. Чем сложнее, важнее и невозможнее проект, тем интереснее браться за его исполнение. Единственная преграда, которая постоянно тормозит и пытается остановить, ограниченность в средствах. Могу только повториться, я единственный автор фильма. Не нужно вписывать в них соавторы какие-то нейросети. Много людей тебе пишут после просмотра фильма. Как ты относишься к личному общению? Что интересует зрителя? Что спрашивают? В первые месяцы был настоящий новал. Я не успевал читать и не то, что отвечать. Сейчас меньше, но все равно много. Нормально отношусь. Стараюсь отвечать. Если человек потратил два часа своего времени на просмотр фильма, я должен найти хотя бы две минуты на ответ. Пишут разные. Вообще и комментарии под фильмом, и личные сообщения для меня как индикатор, примерно показывающие состояние активной части общества, которую можно назвать как ищущей. Печальны, но большая часть обращений от тяжелобольных людей, наслушавшихся пастухов с забитыми мусором головами. Или другой срез. Люди чувствуют, что вокруг что-то происходит, и вместо того, чтобы искать общие выходы из беды, спрашивают, куда вложить деньги, чтобы не пропали. Есть смешные обращения. Например, после премьеры ко мне практически одновременно обратились. Грядущий царь православный в количестве одной штуки. И антихрист тоже одна штука. Оба что-то пафосное рассказывали, куда-то звали, мол, одобряю, готов принять в мои ряды. Я читал и думал, такие титулы, такое могущество, а разобраться, в каких случаях пишется «вся», а в каких «вся» не могут. Но вот такие нынче цари и антихристы мельчают. Немало угроз и проклятий от недалеких, определивших фильм как грузофобский, а они же защитники Руси еще те. Немало советчиков, как бы хлопающих по плечу. Фильм неплох, но вот тут ты не так понял. Ща я тебе расскажу, как нужно. Друзья, с советами не тратьте время впустую. В том, что я делаю, мне советы не нужны. Вообще никакие. Если же вы уверены, что знаете и умеете лучше, тем более не тратьте время. Просто делайте сами и по-своему. Это будет замечательно и правильно. В общем, отношусь с пониманием ко всем обращениям. Мир жестко закручивается в вихре, и людям здорово сносит крыши, и будет сносить еще больше. Однако есть, хоть и значительно меньше, обращение от разумных вменяемых людей. И это очень радует. Очень. Воплощен ли образ Путина в каком-либо из персонажей? Это решает зритель. Если решит, что воплощен, то да. Решит нет, значит нет. Увидит кого-то еще, значит так и есть. Я старался исключить однозначность, предоставить зрителю больше возможностей трактовать по-своему и быть участником фильма, а не только наблюдателем. Позиция какого из героев фильма вам наиболее близка? Полностью мне близок персонаж, который в самом начале фильма смотрит в замочную скважину с той стороны, где небо, сюда, где темно и ничего не видно. Поэтому я, как режиссер, доверил себе, как актерпор, актеру сыграть эту единственную роль. Можно ли сказать, что СГА – это вы? Любое произведение в той или иной степени автобиографично. Каждый автор создает через призму своего личного опыта. Какой смысл фразы из фильма «Увидишь своих, кланяйся нашей»? Мне казалось, что все предельно прозрачно и понятно. Свои – это строители новыми. Наши – это строители красного проекта. Человек советский, предшественники. Какие бы тяжелейшие ошибки не содержал красный проект, какое бы отношение к нему ни было. Мы нынешние за 30 лет не построили ничего. Мы до сих пор проедаем то, что построили наши. Они здорово постарались. Поэтому, конечно, только поклониться. Это была удивительная попытка строительства. Неудавшаяся, хотя многое удалось. Из-за огромного количества смысловых ошибок. Как вы относитесь к проекту восстановления СССР? Как к одной из множества ловушек для одураченных. В брошенной идее нашлись ностальгирующие. Пока проворачиваются дела, наивные люди носятся с паспортами СССР и требуют справедливого рассмотрения вопросов в судах, принадлежащих тем, кто проворачивает дела. И смех, и грех. В итоге инициаторы вбросы довольны. Нашлось применение какому-то количеству активных людей. Пусть себя тешатся, советскими паспортами и под ногами не путаются. Мир устроен таким образом, что повторения не предусмотрены. Равно так, как не предусмотрена отмотка времени. Никакого восстановления СССР не будет. Будет новое. То, чего не было. Но людям не до этого. У ноги смотрят назад и готовы до последнего ждать под дверью суда справедливого решения. На каких образцах вы воспитаны? Что вас вдохновляет? В детстве мне нравились фильмы про партизан. Образ засевший тогда вдохновляет и сейчас. Представить? Едет немецкий бронепоезд. На нем танки, гаубицы, техника, множество солдат. Ображающая мощь. На эту красоту работала вся промышленность Германии. И вдруг из леса выбегает какой-то небритый, неумытый чудак в тело греки и валенках. Швыряет в бронепоезд взрывчатку и убегает в лес. Взрыв. Бронепоезд сходит с рельс. Техника горит. Куча погибших. Всюду крики. Оставшиеся в живых в недоумении. Что произошло? Кто это был? Ни имени, ни лица. Простой какой-то чудак в тело греки в валенках. Вот этот образ безымянного партизана для меня вдохновляющий. Стараюсь делать все с учетом, будто никого своих нет и никто не поможет. Эдакая чучель. Опора на собственные силы. Будет помощь и соратники здорово. И не будет не ладовать. Значит, чучель. Замысел серьезно нашумел. Но у многих зрителей есть вопрос. Фильм за нас или против нас? Проясните. Что ж тут прояснять? Наш народ владеет очень мощным инструментом. Парадоксальностью. Но эта парадоксальность проявляется во всем. И кроме важных плюсов, имеет серьезные минусы. Например, если к нашему человеку придут с целью обмануть, с радостью поверят, двери настижь, заходите, гости дорогие. Если же протянуть руку помощи, обматерит, проклянет и камнями забросает. Но тут только с пониманием относиться. Таковы настройки народа по умолчанию. Вряд ли стоит прояснять и убеждать. Пусть каждый сам решает, за нас или против нас. Я делал фильм с учетом, что вообще все могут быть против него. Фильм-замысел – это декларация, оферта или предупреждение. В чем замысел фильма? Принять, осознать, отвергнуть? Для чего этот фильм? Скорее, манифест. Фильм имеет определенное количество целей. Каждая в своей отрасли. Об одной из них сказал выше. Есть и внешняя видимая цель – добиться посредством звука, изображения и других инструментов того, чтобы шестеренки в головах заерзали, заскрижетали и начали вращаться. Чтобы хотя бы малое количество людей усомнились в содержании окружающего шума и самостоятельно попробовали взглянуть на валящие потоки лжи трезвыми глазами, а не через навязанные очки. Скажите, а кто дал вам право заниматься такими серьезными вопросами? Вам не кажется, что вы много на себя берете? О да, именно так. Я много на себя беру. Однако никто не мешает вам взять на себя хоть сколько-нибудь. Вы бы взяли, тогда бы я много не брал. Только есть нюанс – мало взять, нужно еще и выполнять. И право никто никогда не дает. Право добывается самостоятельно. Как вы будете выявлять тех, кто будет строить новое? Уже все идет. И не я. Сами выявляются. Кем вы видите себя в новом мире? Какое ваше место в нем? В правительстве? Никем не вижу. Мое дело в том, чтобы невозможное осуществилось. Ненадолго здесь не задерживаться. Полно заботы в других интересных местах, где требуются безымянные партизаны. Есть спящие люди и не очень хотящие просыпаться. Но также есть и те, которые могут и хотят действовать на благо всего человечества. С ними как? Их как будто фильмы не заметили. Как это не заметили? Дозорный и Илья Азар. Вполне заметные и весомые персонажи. Они готовятся и ждут. Ваше отношение к литизму. Русским богам. Если бы я хотел прожить незаметно, ничего не предпринимая, то более мягкой и удобной ловушки не найти. Как здорово бездействовать и рассказывать про то, что придут русские боги, и как дадут всем плохим жару, и как заживем. Вообще, у голубой волчицы хватает мастеров сочинить для каждого народа своих богов. Между тем, до поклонников дэш-богов никак не доходит, что они и есть те самые настоящие русские боги, только усыпленные наспех со стряпанными учениями. Борхес виртуозно описал это в своем коротком наемком рассказе о Симурге. Поэтому отношусь замечательно и очень хочу увидеть, как из-под слоев чепухи и из Дора начнут проявляться те самые настоящие русские боги. Как вы относитесь к современному российскому кинематографу? Почему ваше сообщество позиционируется как Донфильм, русский смысловой кинематограф? И в чем разница? В большей мере кинематограф интересует меня как аппарат связи с обществом и инструмент прорисовки будущего. Многие не понимают значения кино в современном мире. Между тем, именно через кино закладывается смысловой фундамент общества. Моделируется поведение людей, отношение к различным вопросам. Пресса, радио, телевидение, инструменты пропаганды работают на тактическом уровне, формируют краткосрочный отклик. Кино – инструмент стратегического планирования, оказывающий длительное воздействие. Советского человека создал советский кинематограф, а не газеты и телевизор. Российского человека создал западный кинематограф и его франшиза под названием «Российский кинематограф». Гремучая смесь из глупости, мерзости и бессмысленности. Конечно, есть исключения. Есть Юрий Быков, находящийся внутри системы и пытающийся создавать что-то стоящее. Есть другие. Но это единицы. Российский кинематограф обречет на разложение. Я же предлагаю направить внимание в сторону русского кинематографа. Того, чего пока нет, но что непременно нужно создать. Одна из промежуточных целей – строительство полноценной киностудии «Донфильм», на которой действовали по несколько режиссеров, снимали разножанровые фильмы, но в едином концептуальном русле – русский смысловой кинематограф. Самобытность вместо подражания, непредсказуемость вместо штампов, осмысленность вместо бестолковости, созидание вместо разрушения, свое вместо чужого. Поэтому разница велика. Были ли к вам обращения системы с предложением о помощи? Было. Примерно это звучало как «Фильм очень хороший, просто замечательный, а зачем так мрачно и непонятно? Лучше снимать что-то позитивное, патриотичное. Мне нужны большие средства для развертывания деятельности и ускорения процессов, ныне ценной потери независимости. Представить, что буду заниматься заказной ерундой, никак не могу». Сотрудничество прекратилось, не начавшись. На сегодня единственный спонсор – очень малая, но активная часть зрителей фильма, благодаря которому удалось приобрести неправильный минимум оборудования. И можно вообще говорить о продолжении деятельности. Какая роль Донбасса в формировании будущего? И почему Донбасс? Не стоит выделять Донбасс в нечто отдельное. Россия имеет четыре основные части. Голова – все, что севернее Воронежа с центром в Москве. Дух – огромные пространства от Урала до Дальнего Востока. Живот – Беларусь, Украина. И сердце – Юг России с центром в Донецке. Здоровое функционирование всего организма возможно только при участии всех частей единого целого. Поэтому нужно говорить о роли всего русского пространства в формировании будущего мира. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин